Всем привет! Вы на канале Чудо-Огород Коротко и Ясно. И с вами Лариса. При выращивании рассады любой дачник сталкивается со множеством проблем, в том числе и с вытягиванием ростков. Почему это происходит и как этого не допустить и предотвратить, расскажу на примере рассадов домашних оконных помидор. Кому интересно, внизу под видео оставлю ссылку о выращивании этих помидор от семян до большого отличного урожая. Постоянные гости моего канала наверняка знают, что уже не первый год выращиваю зимний огород на подоконнике. А выращивание растений в зимний, темный, холодный период предполагает ряд условий, чтобы росточки росли сильными, здоровыми и невытянутыми. И в дальнейшем порадовали хорошим результатом. Самым главным и важным, на мой взгляд, фактором является освещение. Так как растения развиваются, в том числе и за счет фотосинтеза, а солнечного света в зимний и ранний весенний период не хватает. Поэтому, если захотелось вырастить зимний огород на окне или раннюю рассаду для теплиц, то подсветка просто необходима. Идеально, конечно же, иметь стеллаж для рассады с подсветкой. Оставлю ссылку, как сделать прочный, легкий и красивый вместительный стеллаж. Обязательно посмотрите. Но, если нет такой возможности, можно купить светодиодную лампу. Она длинная, экономит электричество. А самое главное, она, в отличие от ламп накаливания, не нагревается совсем. И листья рассады не пострадают. И будут вот такие красивые, насыщенно-зеленого цвета. Также, причиной вытягивания может послужить очень частая посадка. Росткам просто не хватает места. И они тянутся к цвету. Поэтому, если видно, что места уже не хватает, то нужно обязательно рассадить росточки по отдельным емкостям. Томаты не боятся пересадки. Пересадку планирую делать через 10-15 дней. А сейчас, также, чтобы предотвратить вытягивание и укрепить корни и стволы, полью рассаду раствором препарата Атлет. Который отлично сдерживает вытягивание рассады. И она будет с крепкими стволами. И ярко-зеленого цвета. Это проверено годами. Как развести раствор, подробно написано на упаковке. Если выращивание происходит на подоконнике, обязательно каждый день поворачиваю рассадные ящики, чтобы росточки росли прямо, а не наклонялись в одну сторону к свету. И это тоже имеет большое значение. Также не допускаю ни жару, ни холод. При низкой температуре рассада угнетается, а при высокой сильно вытягивается и погибает. Поливаю 2 раза в неделю. Рыхлю между ряди. И надеюсь на достойный, красивый результат. Желаю всем удачи. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...